Использовать теоремы о базисном миноре и ее следствия. Давайте так подпишем. У нас девятая лекция. Следствие теоремы о базисном миноре. Еще раз. Строки и столбцы, базисные строки и столбцы ленин независимы от тех, которые находятся на этом самом базисном миноре. Любая другая строка, любой другой столбец линейно выражается. Что-то мы уже с вами делали. Давайте еще раз это обозначим и докажем. Докажем какие-то совсем банальные следствия. Это скорее повторение предыдущей лекции. Это у нас уже было. Итак, что мы отсюда получили? Первое, что мы отсюда получили. Новый критерий невыраженности матрицы. Напоминаю, невыраженность квадрата матрицы равносильно, ну и по определению, это то, что у нее определитель не равен нулю. Новый критерий. Соответственно, ну давайте его компактно запишем, у нас уже длинно по идее. Да ладно, давайте один раз длинно, один раз компактно запишем. Итак, определитель матрицы равен нулю, тогда и, так, запятую-то где-то здесь, да? Тогда и только тогда, запятая когда, какая-либо строка или столбец является линейной комбинацией, других строк или столбцов, ну и, соответственно, столбцов. Это словами, LK и сокращение от линейной комбинации. Теперь коротко, как говорится, изображениями. Если у нас дана квадратная матрица размера там n на n, то то, что ее определитель не равен нулю, точнее, давай так, равен нулю, тогда и только тогда, когда, значит, что там получается, существует аито строка, строка матрица или столбец, опять же это все, что аито, это есть линейная комбинация альфа житых на а житые, где и от линейки, соответственно, прошу прощения, жи от линейки до, ну там, не знаю, n, если бы там было n строк, где жи не равно и. Вот это коротко записанное утверждение сверху. Значит, матрица вырождена, определитель равен нулю, тогда и только тогда, когда нашлась строка, что эта строка есть линейная комбинация других строк. Опять же, коротко, давайте все-таки это утверждение докажем в обе стороны. В обе стороны начнем с, что начнем? Начнем, наверное, с того, что если определить равен нулю, докажем, что в ней существует какая-то строка или столбец, линейно выражающий через другие. Давайте в эту сторону войдем. Доказательства еще раз приведем. Итак, значит, смотрите, раз у нее определитель равен нулю, значит, у нее минор ее базисный, размеры меньше, чем размер нашей матрицы. Все с этим согласны? То есть вот тот самый максимальный порядок ненулевого минора, он меньше, чем n. Тогда вот этот наш базисный минор, он порядка меньше, чем n. Тогда он порядка меньше, чем n. А, соответственно, по теореме о базисном миноре, далее, по теореме о базисном миноре, найдется какая-то строка в нашей матрице, которая не базисная, и она линейно выразится. Значит, существует строка, которая линейно выражается, линейно выражается через базисный. Так, только мы в какую сторону доказали? Да, значит, из выраженности матрицы мы доказали, что нашлась эта строка. Теперь еще раз в обратную сторону. Это нам было уже известно. Мы это делали на основе свойств определителя. Вспоминайте, у нас какие… Есть прям свойства определителя. Если строка является линейной комбинацией других строк, то определитель этой матрицы равен нулю. А в свою очередь мы это получали из двух других свойств. Из двух других свойств каких? Значит, что у нас определитель линеен, у нас определитель линеен, да, и, соответственно, ну давайте это сделаем, быстро докажем. У нас было свойство линейности определителя. Оно звучало примерно так. Вот есть матрица, вот есть матрица, и у нее в какой-то строке или столбце находилась сумма двух столбцов или строк. Вот, определитель. Тогда это представляло из себя сумму двух определителей. Было такое, помните? Значит, мы можем, грубо говоря, определитель по одной строке или по одному столбцу расписывать. Так вот, теперь, если у вас в вашем определителе есть какая-то линейная комбинация других столбцов, других. Вот эти ажитты, это столбцы наши, пускай. Вот есть какая-то линейная комбинация, то вы это расписываете в линейную комбинацию определителей. Вот, но тут в чем секрет? В том, что, получается, вот эта житая строка, которая находится на этой позиции, а это будет там и-то, и-то позиция, она уже где-то есть в другой позиции. И каждый этот опритель будет нулевой. Каждый этот опритель будет нулевой, потому что тут у всех этих опрителей где-то будет две одинаковых столбца. Да, это будет два одинаковых столбца, и это есть ноль. Вот, это я просто вам напомнил, как мы это свойство доказывали на основе линейности. Итак, еще раз, у нас теперь есть критерии, новые критерии линейной зависимости. В одну сторону нам теория Мбайсона минори дает, в другую сторону это просто свойство определителя. Так, есть. Давайте дальше. Первое замечательное следствие. Далее. Второе замечательное следствие, так называемая основная теорема линейной зависимости, которую устанавливает наш ранг. Второе. Значит, давайте его подпишем, ну, следующим образом. Ранг утверждения. Ранг матрицы равен максимальному числу ее LNZ строк или столбцов. Вот, то есть мы, грубо говоря, установили эквивалентность определений. У нас классическое определение, что ранг матрицы – это там размер ее ненулевого минора, максимальный размер ее ненулевого минора. А теперь второе, что это максимальное количество ее линейных независимых строк. Вот. Опять же, идея, ну, скажем так, доказательства этого утверждения, давайте тоже крайне простая доказательства. Пусть у нас матрица А ранга R, тогда существует базисный минор порядка R. Тогда его R строк линейно-независимый – это теорема о базисном миноре, и все другие линейно зависят от них. Значит, эти R строк линейно-независимы, и любые R плюс 1 строка уже линейно-зависимы вместе. А, соответственно, действительно, R – это ранг матрицы, и это максимальное количество линейно-независимых строк, потому что любые R плюс 1 строка или любые R плюс 1 столбез будут уже линейно-независимы по теореме о базисном миноре. Опять же, все. Вот здесь вследствие теорема о базисном миноре используется явно. Так, ну и последнее, что мы там с вами получали, это просто уже напомним, важное утверждение о том, что ранг произведения не превосходит рангов сомножителей. Помните такое? Это, по-моему, последняя была теорема наша. Последнее было утверждение. Ранг произведения матриц не превосходит рангов сомножителей. Ну, коротко это записывается так. Пусть у нас есть матрица А, там, размера N на M, матрица B, размера M на K, а вот, соответственно, ранг матрицы А, B не превосходит ранг матрицы А. Сейчас, минимума, правильно? Минимум или матрица? Минимум, да. Минимума из... Да, из рангов А и рангов Б. Это просто короткая запись. Короткая запись. Вот, ну и это мы с вами обосновывали, я так вкратце и напомню, тем, что если мы матрицу А умножаем на B справа, то это какие-то линейные комбинации строк матрица А получаются. Их может стать только меньше. Вот, линейные независимые. Но так иначе мы комбинируем строки матрица А. А если матрицу B слева умножаем на матрицу А, то мы... Наоборот, извините. Значит, B комбинирует столбцы матрица А, а A комбинирует строки матрицы B. Линейные комбинируют строки матрицы B. И при этих линейных комбинациях количество линейных независимых объектов может только падать. из этих двух величин ну это вот такие какие-то простые замечания простые замечания давайте теперь пойдем дальше пойдем дальше и ну докажем какие то еще ну сформулируем и докажем уже новые теоремы это я просто напомню что было на прошлой лекции просто сейчас это будет все время пригождаться поэтому еще раз я вам напомню так первое скажем так уникальная теорема давайте ее так и обозначим теорема 1 чтобы понимали все это нам нужно так или иначе чтобы научиться эффективно вычислять ранги матрицы то есть наша цель это научиться ну вычислительному аспекту перейти вот и к этому наш путь значит первая теорема ранг матрицы матрицы не изменится если ее умножить неважно с какой стороны на невырожденную матрицу значит это словами теперь по как говорится по делу по делу пусть у нас есть матрица а какая-то неважно вообще говоря прямоугольная а вот и есть матрица не знаю давайте назовем c квадратная размера м на м с дополнительным условием что c невырожденная так вот при этих ограничениях ранг матрицы а умножить на c равняется рангу матрицы а это вот короткая запись словами просто теперь так сказать за корючками дайте докажем для докладательство давайте дважды применим теорему соответственно у ранги произведения дважды ее примением начнем сначала смотрите применим её к произведению а умножить на c применим их произведение А умножить С на С и получим, соответственно, что ранг матрицы А умножить на С меньше либо равен, чем минимум из рангов матрицы А и, соответственно, ранга матрицы С. Но в этих допущениях что мы знаем про ранг невырожденной матрицы? С размером этой матрицы, да. То есть на самом деле ранг С мы можем заменить просто на М. И еще мы знаем одно важное ограничение, что в принципе ранг матрицы никогда не превосходит минимума из размеров n на n. То есть это просто утверждение, что ранг матрицы А всегда меньше либо равен, чем минимум из m и n. Вот это соотношение что нам позволяет указать, что меньше? Ранг матрицы или m? Ну да, да, вот. Но смотрите, это минимум же. Если m больше n, то ранг матрицы еще меньше m. То есть в любом случае это же равносильно, что ранг матрицы А меньше и одновременно m и одновременно n. Значит, кто из них больше? m или ранг матрицы? Ранг матрицы, он меньше, чем, он меньше, чем, меньше, меньше, чем меньше, это значит меньше, чем оба. Подумайте. Если там 1 меньше, чем 2, минимум из 2 и 3, это значит, что 1 меньше, чем и 2 и 1 меньше, чем и 3 одновременно. Поэтому на самом деле здесь не что иное, как ранг матрицы А стоит. Потому что ранг матрицы А меньше, чем m. И мы заменили на меньше. Просто тоже. Значит, еще раз, смотрите. Ранг матрицы А умножить на С может упасть только. Видите? Суммарно. После умножения на С он может только упасть. Он может только упасть. Но это довольно естественное восприятие. Теперь давайте воспользуемся тем, что, соответственно, мы можем получить похожее соотношение. Давайте это обозначим. Значит, давайте. Сейчас это сотру. Можно снизу даже было, ладно, не стирать. Снизу подписать. Давайте АС обозначим как матрицу B. И то есть что мы поняли? Это что ранг матрицы B меньше либо равен, чем ранг матрицы А. Это вот что нам сейчас на данный момент известно. Переходим сюда. Теперь давайте немножко наоборот выразим. Смотрите, из-за того, что матрица С невырожденная, я вот это тождество могу справа на С в минус 1 домножить. Потому что у невырожденных матриц существует обратное. Таким образом, из соотношения АС равно B мы получаем равносильное соотношение, что А равно B умножить на С в минус 1 степени. Где С в минус 1 степени тоже невырожденная. Тоже невырожденная. Отсюда ровно по таким же лекалам. Ровно по таким же лекалам. Получаем, что ранг матрицы А, который есть ранг матрицы B умножить на С в минус 1, он не превосходит по теореме о произведении рангов минимума. И, соответственно, ранга матрицы B и ранга матрицы С в минус 1. Ранг матрицы С в минус 1 все еще ее размер. Та же самая история. И это получается в итоге ранг B. Даже без минимума. Это просто будет ранг матрицы B. И что мы имеем? Ранг матрицы А меньше либо равен ранга матрицы B суммарно. А с другой стороны, ранг матрицы B меньше либо равен, чем ранг матрицы A. Начнем, что исследует, что ранги равны. А что такое B? Это результат умножения матрицы A на невырожденную матрицу. То, что и требовалось доказать. Это то, что нам требовалось доказать. После умножения матрицы A справа на невырожденную матрицу, ранг не изменился. Все это вы видели? Хорошо. То есть еще раз. Идея доказательства этой теоремы о том, что мы рассматриваем сначала матрицу B, которая есть АС. Для нее получаем, что ранг мог только упасть после умножения на С. Потом шиворот на выворот все делаем и получаем наоборот, что и у А ранг мог только упасть. Потому что она есть некоторая B умножить на С в минус 1. Так, хорошо. Давайте теперь сформулируем важнейшее следствие. Из этой теоремы. Следствие.